В Кораблинском районе, в селе Книжое, полным ходом идет строительство деревообрабатывающего производства. Грант Эковуд – это дочернее предприятие компании Грант, которое успешно работает в Рязани с 2012 года. На фабрике будет проходить черновая работа по распилу и обработке дерева. На данном предприятии, которое мы здесь строим, мы планируем выпускать мебельную заготовку, мебельный щит, вагонку, ну и прочие сопутствующие материалы из древесины. Это будет суперсовременное деревообрабатывающее предприятие. Суточная норма переработки древесины около 50 кубов позволяет перерабатывать. Для чего мы строим именно здесь? Приближенная лесная база. Здесь находится, за мной находится Кораблинское лесничество. В аренду у нас фирма Грант приобрела Кораблинское лесничество, Пронское лесничество. Поэтому вся переработка у нас будет идти на месте здесь. В конце августа текущего года в работу планируется запустить два из трех планируемых к строительству цехов. В полную силу предприятие начнет работать уже в 2016 году. Тогда оно сможет обеспечить около 200 рабочих мест. Но одним лишь строительством цехов здесь не обойтись. Мы будем закладывать питомник, будем заниматься селекцией лесных культур. выводить, значит, выращивать сорта хвойных пород, лиственных пород с улучшенными качествами. Для того, чтобы в дальнейшем их уже использовать для посадки в лесу. Кроме того, к новому предприятию будет проложена асфальтная дорога. Кстати, руководство Кораблинского района нового соседа встретило весьма приветливо. Ведь наличие здесь крупного социально ориентированного бизнеса поспособствует развитию поселения, численность которого составляет около полутора тысяч человек. Естественно, мы рассчитываем на социальную значимость этого проекта, создание рабочих мест, поступление дохода в бюджет, который позволит нам более качественно решать социальные задачи. Мы проговариваем с инвестором и возможности привлечения с районов, с поселения рабочих мест, и выделения земли, и взаимодействия, в принципе, на позитив, на то, чтобы предприятие работало, потому что деревообработка сейчас очень перспективное направление, материалы емкие, капиталы емкие. Поэтому все планы мы знаем, и, естественно, мы надеемся, что они будут претворены в жизнь. Мне бы хотелось пожелать нашим инвесторам, чтобы они развили свое производство достойно, чтобы нашему населению были рабочие места, потому что население наше в размере полторы тысячи человек, то есть рабочая сила есть. А обеспечение местных жителей рабочими местами вопрос наиважнейший. Несколько лет назад был закрыт Ибердский спиртзавод – единственное в округе крупное предприятие. Сотни людей остались сидеть без дела. Деревообрабатывающая фабрика «Гранд Эковуд-1» – из этапов создания в Рязанской области полноценного мебельного кластера. В дальнейшем – об этом мы говорили ранее – планируется строительство предприятия на территории бывшей воинской части в Рязанском микрорайоне «Агропром». По этому поводу проходили публичные слушания. Жители района такой новости не обрадовались. Когда проходили публичные слушания в Рязани, у нас очень много вопросов задавалось. Что такое мебельный кластер? Слово «кластер» напугало жителей. Они поняли, что будет переработка на территории «Агропрома», там будет спилено деревьев. Оказалось, все это не так. Первое предприятие по переработке древесины мы строим в селе Книжоя. Данное предприятие у нас должно быть построено уже в этом году и запустится оно буквально в конец августа-сентября. Так вот, кластер – это взаимодействие предприятий. Здесь, на месте, в Книжном, мы перерабатываем древесину, делаем мебельные заготовки, мебельный щит, мебельные фасады. И, так как логистическое плечо у нас небольшое, 80 километров, дальнейшая сборка и упаковка происходит в Рязани. На территории бывшей воинской части в «Агропроме» планируется построить исключительно сборочное, отверточное производство. Оно будет иметь самый низкий – пятый класс экологической опасности. Возвращаясь к публичным слушаниям, хотел бы сказать, что администрация и фирма «Грант» никого не собираются обманывать. Можно убедиться уже на примере села Книжово, что началось строительство. Значит, на территории «Агропрома» будет мебельное производство, а не какое-либо другое. А это пятый класс опасности, что совершенно чистое производство. Петр Топеха заверил нас, что он прекрасно понимает жителей «Агропрома», которые хотят иметь в непосредственной близости от своих жилых домов благоустроенную зону для отдыха и прогулок. Ее возглавляемый им холдинг планирует обязательно обустроить. Инвестор готов построить в «Агропроме» спортивную площадку и высадить деревья различных сортов. Тем самым он подчеркивает, понятие «социальная ответственность бизнеса» для рязанской компании «Грант» – не пустой звук.